Первый вопрос. Как давно вы занимаетесь пиаром? С 1998 года. Короткий ответ. Как получилось, что вы оказались в этом бизнесе? Я не собиралась в нем оказываться. Я училась и закончила институт управления, он же Академия управления, он же Университет управления. Много раз тогда переименовывался он. И в какой-то момент жизни я попала в аспирантуру, где я изучала инновационный менеджмент и начала писать даже диссертацию. И вот я в какой-то момент жизни, начав все это делать, поняла, насколько мне скучно. Мне было очень скучно, но я старалась из последних сил все-таки это делать. Я успела попреподавать, я успела сдать все кандидатские минимумы. Но тема моей кандидатской диссертации, к сожалению, была такая. Это была тема об амортизации автобусов ЛИАС модификации 52-56. И я своему научному руководителю сказала, что я умираю, не могу с этим не справиться, не жить и так далее. И вот в процессе написания, уже в процессе подготовки наступило лето. Вдруг я решила, что я пойду и попробую поступить в театральный вуз, имея за спиной уже оконченное высшее образование. Это была моя мечта юности. Я когда-то побоялась, просто побоялась поступать, о чем очень сильно жалею. Потому что, кстати говоря, родители должны понимать, что они должны детей поддерживать в таких начинаниях. Мне всегда отец говорил, и не поступишь, и не профессия эта, и журналист не профессия. Потому что я пару лет ходила на курсы при МГУ на журфак. И все это не профессия. Получи основательную профессию. Пойди, пожалуйста, в хороший крепкий вуз, получи профессию, которая всю жизнь будет тебя кормить. Ну, таким образом меня сдали на управление в машиностроении. Ну, так вот, мечта все равно меня подогревала, не давала мне спокойно жить. И вот я 25 лет от роду, летом, в качестве развлечения пошла поступать в щуку и в щепку. И когда я пошла поступать в щуку и в щепку, я вдруг поняла во время поступления, что я не попаду никогда. Потому что конкурс был колоссальный. 386 человек на место. Я помню это очень отчетливо. Но, тем не менее, я свои силы попробовала. Я вышла на сцену Щепкинского училища, прочла пресловутую басню, значит, прочла кусочек прозы довлатовской. Все это было оригинально, блестяще, потому что я очень юморила, это было смешно. Не взяли никого из тех людей, кто поступал со мной вместе параллельно. И мы все дружно из щепки переместились в щуку, пешком шли по Москве, травили анекдоты, рассказывали что-то друг другу, зацепились друг за друга. Часть этих людей уже была с этими самыми не студентами даже, а актерами каких-то локальных театров, городов России, ну типа Липецков и так далее. Они уже даже играли в трупах, тоже не поступили. Придя туда, встав в очередь на поступление в щуку, к нам случайно подошли люди, которые были с телевидения и сказали, что они набирают людей в данную минуту, вот прямо сейчас, пойти на телевидение и сняться на одну из программ в качестве носовки. Вот так нас шестерых выбрали, пальчиком ткнули. И мы в шестером уехали в агентство печати и новости. При этом я им сто раз сказала, а как же так, мы же в очереди стоим, мы же поступать собираемся. Они говорят, ничего, вы успеете, это будет до утра. Ну такая очередь колоссальная, большая, что эти приемные экзамены, естественно, не закончатся ни сейчас, ни в 7 вечера. Вы примерно, по нашим ощущениям, в 11 часов пройдете свой тур отборочный. Мы уехали в АПМ, там попали на съемки телевизионного проекта одного довольно известного канала «Россия». Там мы просто сели все дружно и нам не говорили вообще что-либо делать. Я в какой-то момент как-то очень живо отреагировала на ведущего. Ведущий мне очень нравился, я его знала. По клипу группа «Комбинация» он играл «Бухгалтер», песня была «Бухгалтер», «Милый мой бухгалтер». Очень мне нравилось. Я на него так среагировала, что режиссер, сидя в зале, понял, что надо как-то отыграть это. Он предложил нам диалог. Он тут же дал мне какие-то слова, я их тоже сказала. Потом он попросил нас сыграть друг на друга, мы что-то там поделали. Потом он меня попросил подойти к микрофону. Я подошла, он сказал, мне нужно, чтобы ты изобразила из себя дуру. Я пыталась изобразить дуру. При этом мне было 25 лет, у меня были вот так черным накрашены губы. У меня было платье с огромным вырезом на спине. Все было как надо. Дура не получалась. Мы познакомились ближе, они хохотали. Мы пошли в кафе пить шампанское. И с этого дня у меня изменилась жизнь. То есть в процессе выпивания питья шампанского, этот вот артист известный, этот режиссер, который работал уже в Останкино и так далее, они стали меня приглашать куда-то. Они мне сказали, ну блин, ну как вот можно такого человека не принять в театралку? Я говорю, нет, меня не примут. Я не верю в себя, 386 человек на место, не верю. Очень робкая была. А вот они говорят, ну пошли тогда с нами просто на телевидение. Я попадаю на телевидение, и начинается разворот моей судьбы, я начинаю работать на телевидении. И постепенно я становлюсь, переходя из разных ролей в телевидении, я становлюсь пиарщиком. Это очень длинный рассказ, но тем не менее. То есть это вот поступательно вот такая лестница была. А чем вам нравится ваша работа? Сейчас уже ничем. Я уже устала от нее. Вы знаете, самое страшное, это когда работа превращается в ремесло. А магирщики кто? Ремесленники. В Гамлитсе так было. Значит, ситуация такая. Когда ты работаешь в одной определенной области много-много лет, ты исчерпываешь себя. И я очень серьезно подумываю о том, чтобы, может быть, поменять вообще свой функционал, свой вид и род деятельности. Совсем на что-то другое. Вот совсем с другой стороны раскрыться и найти себя. Но побаиваюсь, как и многие люди, которые работают в шоу-бизнесе, они мне всегда говорят, ну а что ты еще умеешь делать? Чем ты можешь заниматься? Все мы побаиваемся, конечно, мы трусим. Но в целом моя работа в определенный момент в моей жизни была очень интересна, потому что я могла сама себе и людям вокруг доказать что-то. У меня были такие вершины мастерства. Мне очень повезло, я работала с огромным количеством наших артистов, и в том числе артистов топовых первой величины. И попадала я с ними на крупнейшие мероприятия. И вот когда ты занимаешься или каким-то большим сольным концертом, или юбилеем, или, как я занималась с Олегом Газмановым, например, какими-то международного уровня фестивалями и премиями, ты в какой-то момент начинаешь сам себя уважать, потому что ты понимаешь, как много ты вложил и как много ты сделал. Премии были и фестивали уникальные, они поддерживались руководством страны. И в тот период я, например, познакомилась с Путиным, потому что мы делали премию по борьбе с наркотиками с Олегом Михайловичем, которая называлась «Даже не пробуй», и нас поддерживал непосредственно Владимир Владимирович. Его жена с нами ездила в несколько городов, в которых мы проводили мероприятия. Мы это делали при поддержке центральной больницы московской номер 17, которая борется с наркологией. То есть это были уникальные врачи, это были программы «Время», которые ежедневно снимали этих врачей. Я в каждом городе знала мэра, я приезжала в город, с помощью меня там производились огромные круглые столы, на которых присутствовали, например, представители разных конфессий религиозных. Это очень интересно было. Очень много журналистов, естественно, там присутствовало. Огромный пул наших артистов. Откуда они меня все знали? Потому как они приезжали к нам на эти мероприятия, все популярные в то время артисты были там, все. Вот вы не поверите, я Полину Гагарину знала 20 лет назад. Вот в тот момент я ее уже знала. И это захватывало, это было интересно, и это в какой-то момент давало тебе понимание, что вот сегодня ты совершил поступок, ты сделал невероятный телемост. Я помню, как мы делали телемост с телеканалом «Россия». Ну кто может этим похвастаться в те лохматые годы? Как я бежала по кабелю, потому что я не понимала, где выход, и где в этом телемосте должен человек находиться, который дает непосредственно интервью. По кабелю мы шли, а мне в трубку кричал директор канала «Россия». Где ты есть? Я кричу, я иду по кабелю. Да что ж ты идешь, где ты по какому кабелю идешь? То есть я туда должна была прийти, и туда должна была точку поставить кого-то из нужных нам людей, спикеров. В общем, были такие времена, когда это приносило удовлетворение. Сейчас это немножко уже по-другому. Очень изменился шоу-бизнес, очень изменилась жизнь. Уже нет таких колоссальных масштабных мероприятий, где бы можно было так себя проявить. Все наши масштабные мероприятия, в которых мы участвуем не как организаторы, это премии музыкальные, например, там Рутовы, Мустовы и так далее. Ну, бывает, что мы участвуем в колоссальных больших концертах, там, например, залы Олимпийские пока еще не закрыли, или там в Кремле и так далее. Ну, опять же, это не несет такой масштабный налет, понимаете? Когда ты понимаешь, что у тебя за спиной стоит президент страны, который это поддержал, и что его жена выходит на сцену, ломает об колено шприц и говорит, что пробовать наркотики даже нельзя ни разу, потому что может быть привыкание с первого раза. И молодежь, 27 тысяч человек стоят на стадионе, внимают этому, а потом ты понимаешь, что следующая ситуация, в которой ты оказался, это, допустим, международного уровня, такой концерт праздничный, который ты делаешь с Леобакерией и с врачами из Института сердца, и вы приезжаете в какой-нибудь Ярославль и находите 30 больных детей, которые не могут сами поехать лечиться в Москву, и только благодаря вам они туда попадают, врачи им помогают. Вы собираете на стадионе кучу людей, зарабатываете деньги, все эти деньги уходят туда, в фонд лечения этих детей, и этих детей спасают, и их родители потом говорят, благодаря вам сделали операцию на сердце этим детям. Это было масштабно настолько, насколько хотелось бы в тот момент, чтобы это было масштабно. Очень люблю масштаб. На сегодняшний день я работаю с очень хорошими, интересными, топовыми артистами, но это уже непосредственно просто пиар, то есть без таких каких-то высокого полета акций. А вам сложно работать со звездами? Звезды — это такие же люди, как и мы с вами, у них просто работа такая. Надо понимать, что они просто заняты на такой работе. Если вы относитесь к звезде иначе, если вы смотрите на него как фанат, ничего у вас не получится. Я очень не люблю фанатов, бывших фанатов, которые становятся директорами или пиарщиками. Я считаю, что, да, это судьба, конечно, для них, но я считаю, что это непрофессиональный подход совершенно в контексте работы с артистом. Артиста надо а. любить, б. уважать за талант, и в. относиться к нему на равных. Если ты не относишься к нему на равных, еще раз повторюсь, то ты не сможешь быть ему полезным. Ты будешь заглядывать в глаза, у тебя не будет никакой пользы. Ты не сможешь сказать правду, ты не сможешь его покритиковать, ты не сможешь его поддержать как следует в нужный момент, ты не сможешь его направить куда нужно. В конце концов, задача пиарщика – это открывать закрытые двери, стучаться в закрытые двери и влезать в окна, когда тебе не открывают дверь, лезть в окно, пробивать стены. Если ты человек, не обладающий внутренним, очень сильным стержнем характером, ты никогда этого не сможешь сделать. А значит, ты не принесешь пользу артистам. Поэтому я считаю, что абсолютно не страшно и несложно работать с артистами, понимая, насколько ты им нужен. Вот если они тебя уважают как личность, то что ж тут может быть сложным? Вы друг друга обоюдно уважаете, подставляете друг другу плечо и помогаете друг другу. Вот и всё. А с кем из звезд вам было работать комфортнее всего? Нет таких звезд. Мне очень сложно выбирать, вы понимаете? Значит, я вам скажу по секрету, каждая звезда капризна по-своему. Вот если звезда не капризничает, это не звезда. А когда человек капризничает, каким бы он ни был, вот фанаты могут его любить безмерно, они даже представления не имеют о том, какой этот человек в быту. И, соответственно, если звезда не капризничает, это не звезда. Звезда обязана себя любить, и звезда обязана требовать к себе специального такого отношения и подхода. Поэтому со всеми звездами работать непросто. Другой вопрос, что есть люди, с которыми ты сращиваешься характером и шагаешь с ними вместе нога об ногу много лет. Рука об руку, нога в ногу. Вот так бы я сказала. Неправильно сказала, нога об ногу, нет. Рука об руку, нога в ногу. Когда ты с ними шагаешь много лет рядом, у меня есть артисты, с которыми я 15, 16, 20 лет работаю. Это очень о многом говорит. Потому что на данный момент рынок распределен так. Много пиар-агентств. Каждый из них пытается захватить какую-то часть рынка в смысле артистов, селебритис, тиктокеров, блогеров. В данный момент уже появились и такие звезды. Их достаточно много. И вот они пытаются захватить. И, как правильно сказал Олег Газманов, неважно, какую высоту ноту ты возьмешь. Вот взял ты высокую ноту. Взял ты самого крутого артиста в данный момент. Важно, как долго ты эту ноту протянешь. Надо удержаться. То есть, когда ты работаешь в 16 лет, это говорит само за себя. Вот такими очень близкими отношениями я могу похвастаться. Например, с семьей Дианы Гурцкой. Диану Гурцкую я выдавала замуж. Я была на свадьбе как пиарщик. Ее муж Петя стал крестным отцом моего сына. То есть, это говорит о близости отношений. Я знаю, естественно, родителей. Я знаю сестер и братьев. То есть, я человек, который вхож внутрь семьи, который может в любую минуту позвонить, сказать, я к вам еду на Хачпуре, мне хочется вам поплакаться. И они меня обязаны принять, никуда не могут деться. Точно так же, очень близко. Я работала и довольно много лет с семьей Газмановых. Вот на этой сцене, в июне этого года, мы делали презентацию книжки Марины Газмановой, Муравьевой Газмановой. Они меня пригласили, чтобы я как пиарщик помогла им сделать именно презентацию этой книжки. Казалось бы, 2021 год. Мы перестали официально с Олегом работать в 2004-м. Но в 2021-м они меня приглашают, и я что-то делаю. То есть, между нами сохранились теплые отношения, очень. И когда у Олега происходят какие-то важные юбилеи, концерты, акции, очень часто, не всегда, но очень часто они меня приглашают. Я этим горжусь. Я горжусь этой дружбой, я горжусь тем, что он меня уважает как специалиста. Точно так же у меня совершенно необыкновенные теплые отношения, например, с семьей Авраама Руссо. Я тоже делала свадьбу ему с Морелой. Я тоже знаю всех бабушек и дедушек, и мам, и братьев. Вчера разговаривала на эту тему с одним из телеканалов наших известных, они делают ему бенефис. Я как начала что-то рассказывать, вспоминать, вот я так поковыриваю из памяти какие-то фрагменты, какие-то истории. Они говорят, ну это вообще кладезь. Мы прошли с ним очень многое. Мы прошли с ним его свадьбу, мы прошли с ним его почти развод, где так или иначе я принимала участие. Я, например, поехала в Америку к его жене в тот момент, когда у них были разложены отношения для того, чтобы разговаривать с ней, чтобы передать какие-то его мысли тревожные на эту тему. Я здесь, в Москве, общалась с ним. То есть я пыталась созидать и как-то участвовать в том, чтобы не развалилась эта семья. Я этим тоже могу совершенно четко хвастаться и бравировать, потому что, ну это было в моей жизни. Очень близкие и тесные отношения у меня с семьей Пресняковых-Подольских. Я начинала работать у Вити Дробыша пиарщиком Наташи Подольской когда-то и многих артистов, которых он вел, когда он вел фабрику звезд. И эти отношения переросли уже фактически в семейные. Наташа тоже крестная моих детей. Мы настолько хорошо общаемся, настолько близкие люди, что она мне может позвонить с любыми вопросами рассказать о каких-то своих мыслях, сомнениях, тревогах по поводу ее детей. Мы можем посоветоваться. Мы друг другу помогаем. Помогаем. Не буду рассказывать. Ну и, безусловно, отдельная история моей жизни, торгическая, та, которую знают очень многие, большинство людей, это взаимоотношения с Юлей Началовой и с ее семьей непосредственно тоже. Довелось мне с Юлей поработать 14, я так думаю, лет, я считала. Знакомой быть лет, наверное, 18 с ней, около 20. И, безусловно, я точно так же вхожа в семью. Я была на всех домашних праздниках всегда. Я была на всех юбилеях. И мы с ними прошли, с этой семьей, и до сих пор держимся друг друга и проходим всю нашу жизнь рядом. Вот. Вот это я выделила такие семьи и таких людей, с которыми у меня ну вот особые отношения. Не просто рабочие. А какими мероприятиями, организованными вами, вы гордитесь больше всего? Немножко я об этом рассказала вот сейчас в начале. Ну, очень люблю мероприятия, которые были связаны в эпоху Олега Газманова, связаны с его именем. Значит, даже не пробы. Это большая акция по борьбе с наркотиками. «Футбол и сердце». Это акция, которую мы делали совместно с Институтом сердца, с Лео Бакери и с его сотрудниками. Когда мы собирали детей, больных сердцем, прооперированных у них уже, из них составляли футбольную команду. Они играли против футбольной команды «Звезд». Потом на этом же стадионе «Звезды» давали концерт. И предварительно в этом же городе, мы ездили по разным-разным городам, очень много городов мы объехали. Мы собирали сведения о больных детках. И путем сбора денег от продажи билетов на этих стадионах мы потом спасали деток из этого же города в Институте сердца. Горжусь. Хорошее было мероприятие, очень полезное. Мы когда-то с Газмановым начинали делать великолепную программу, просто вот лучшую на сегодняшний день. Касательно праздника Дня Победы мы делали программу, которая называлась «Песни Победы». Это бренд, придуманный Олегом. Очень жаль, что он его не запатентовал, всегда его за это ругаю. Это он придумал перепевать песни войны, намоленные, старые, прекрасные, мелодичные, романтичные, с душой. Вообще об этих песнях можно говорить отдельно много времени. Когда-то мы зашли с этим концертом на Первый канал, принесли эту идею, программу Константину Львовичу Эрнсту, он её подхватил, собрали огромное совещание. Мы долго думали, как это будет. Я до сих пор помню, что в тот период там ещё сидели люди, которых сейчас уже нет в живых, которые возглавляли разные редакции на Первом канале. Многие из них уже не живы, но это были легендарные люди телевидения, на которых можно было смотреть, открыв рот. Мне довелось и посчастливилось вот так, получается, прикоснуться. Я вообще очень люблю телевидение, я очень люблю бывать в Останкино, я очень люблю людей, которые там работают. Это отдельная специфика людей. В общем, вот эта программа тогдашняя. Первый раз, когда мы делали этот концерт на Поклонной горе, мы собрали полтора миллиона зрителей. У нас есть всякого рода наградные грамоты на эту тему. И это оценивало какое-то агентство, по-моему, Гэллоп, которое оценивало тогда рейтинги. У нас был высоченный рейтинг во время эфира, и у нас было очень много людей, которые пришли посмотреть на площадь, на этот концерт. Потом эти концерты повторялись из года в год, из раза в раз. Их снимали разные каналы. А сейчас это вообще превратилось в такую традицию, которую используют многогранно, 9 мая, в очень разных мероприятиях, на очень разных федеральных каналах. Это правда используют. И мне, еще раз говорю, становится обидно, потому что мы были начальниками этого дела, и придумал все это Олег. Я чем еще горжусь? Ну, я, например, горжусь концертами хора турецкого в Кремле. Первыми, которые тогда были уникальными, потому что и Глория Гейнер приезжала. Пять звезд было зарубежных, очень известных, ну, очень известных, которые приезжали тогда, и на сцене Кремля выступали с хором турецкого, и сам по себе хор турецкого достоин самого большого уважения. Ну, это профессионалы высочайшего уровня, которых я очень люблю, они меня тоже очень любят. Мы с ними проработали несколько сезонов в Кремле подряд, когда они делали свои сольники. Ну, чем еще я горжусь? Ну, может быть, я, наверное, горжусь где-то... Да, я вот помню, что я определенный этап жизни работала с Тамарой Гверцтель, он был очень такой тоже заметный. И этот этап был таким, что о ней много говорили, и тогда это была юбилейная история с ней связанной. Горжусь этой работой, да. Я горжусь тем, что когда-то Наташа Подольская, придя на фабрику, и будучи просто хорошей вокалисткой, попала ко мне как перчик в руки, и постепенно за годы работы она стала уникальным блогером, у которого много подписчиков, человеком, которого с удовольствием зовут на все светские мероприятия и премии такого высокого уровня лакшери-бренды, как Жейк Ю, Гламур, Грация. Ее берут на обложки этих серьезных, хороших журналов. То есть ее вот к этому уровню сама жизнь подвела, но и моя работа, естественно, в чем-то тоже подвела к этому. То есть, ну, так, если вспоминать, много чего было хорошего. По-своему я горжусь, конечно, и историей с Юлей. Но об этом как-то тяжело говорить в каком контексте. Понимаете, сейчас такая ситуация, что люди, которые о ней знать не знали, пока она была жива, они вдруг объединились и стали фанатами после ее смерти. И стали делать вид, что они фанатели всегда. А я, когда с ней работала, я прекрасно знала, как пиарщик, мне положено было знать, у кого есть фан-клуб, у кого нет. И у нас как такового фан-клуба не было. Их всех, конечно, ужасно заинтриговала ситуация того, что с ней случилось, почему она в 38 лет ушла из жизни. И они начали свою такую активную деятельность. И вот кто-то из них позволяет себе такие высказывания, типа того, что вот в период, пока она была жива, ни продюсеры, ни пиарщики, ни директора, никто для нее ничего не делал, она была неизвестна, она никому не была нужна. Я в этой ситуации хочу сказать пардон, потому что вот когда она уже лежала в больнице в марте 2019-го, и все уже было очень плохо, каждый день в эфирах федеральных телеканалов она выходила дважды или трижды ежедневно в эфир. Это колоссальный труд, который был сделан до того. Это я просто привожу пример последних двух недель ее жизни. Когда она, в день, когда она скончалась, она в эфире одного центрального телеканала выиграла конкурс один в один со своим подопечным артистом. То есть этот же конкурс снимался, готовился, репетировался. Мы присутствовали бесконечно там, на этих программах. Дальше. В этот же день мы с ней получаем эфир, где она приходит в программу на НТВ к Токменеву, где детки из сироты, детки, у которых нет родителей, поют «Ты супер». Значит, в этот же день этот же эфир, к примеру. И еще параллельно, я тогда много об этом писала в Инстаграме, несколько таких громких, важных эфиров тогда же одновременно происходит. Это говорит о том, насколько активной была наша жизнь. Но иначе не было бы всего этого в эфирах. И это лишь последний, я говорю, отрывочек ее жизни. А сколько было до этого? А как много было... Люди не хотят это ценить, не хотят уважать чужой труд. А уж как все это было после ее кончины? Ну, слушайте, тут просто... Я считаю, что никто этого не может до конца понять, никто этого не может до конца оценить. Но это была колоссальная работа. Колоссальная работа, которая досталась и легла на плечи как раз ее менеджменту уже после ее кончины. Потому что надо прекрасно понимать, что родственники и родные в этот момент о другом думают. Им не до этого. И вот это бремя тяжелое, и вот это правильное донесение в массы этой информации, и осмысленное донесение, и донесение такое, которое показывает, с каким уважением и трепетом относились все мы ее менеджмент к ней самой, оно было продекларировано таким образом, так масштабно, и настолько, я считаю, безошибочно, что мне звонили руководители каналов, крупнейшие люди, фамилии, постесняюсь говорить, ну вот прямо самый топовый, и говорили, что мы гордимся тем, как в этой ситуации, ну вот повел себя пиарщик, директор, мы гордимся вами, вы просто молодцы. То есть они оценивали наш труд и говорили нам об этом. Поэтому, ну, тоже я считаю, что в какой-то степени все, что было связано и при жизни, и после жизни Юлиной с тем, что мы делали совместно, это респект и уважуха. Можете дать наставление, совет нашим читателям, как стать востребованным продюсером? Ну, вообще, продюсерами рождаются, ими не становятся. Нельзя стать продюсером. Этот человек должен иметь авантюрную жилку, обязательно. Он должен уметь рисковать, он должен идти на пролом где-то, он должен где-то кому-то уметь так уступить, чтобы это было незаметно, но при этом он получает от этого свои дивиденды, от того, что уступил. Безусловно, потому что продюсер – это в первую очередь человек связи. И если у него этих связей нету, то никогда в жизни у него не получится договориться о том, о чём невозможно, казалось бы, договориться для своего артиста. Кроме этого, конечно, желательно, чтобы продюсер обладал музыкальным слухом, хоть какой-то элементарной музыкальной грамотностью. И, конечно, желательно, чтобы продюсер так или иначе, знаете, чтобы этот продюсер так или иначе был хоть немножко образованным человеком. То есть образование никто не отменял. Учиться надо. Где бы вы ни учились, хоть в лесохозяйственном, понимаете, учиться надо, получать образование надо. А дальше, если это твоё призвание, значит, ты так или иначе попадёшь туда, куда нужно попасть. Вот я же не могла себе представить, что я буду поступать в театральный вуз, и у меня абсолютно повернётся жизнь в другую сторону. То есть каждый из нас когда-то не мог себе представить, что это день Че, и что этот день является отправной точкой, точкой невозврата к тому, что было раньше. Поэтому, мягко говоря, я всё-таки не продюсер, я пиарщик. Но с элементами продюсерства есть вещи, которые я решаю, те, которые обычный пиарщик не решает. Но я уже знаю очень много людей, которые называются пиарщиками хороших, известных артистов, которые тоже выполняют не свой функционал уже давно. И тоже выполняют этот функционал гораздо шире, чем им положено выполнять. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...